Друзья, всем привет! Работая с герметиком, бывают ситуации, когда нужно работать в труднодоступном месте. Носик герметика здесь у нас не помещается, и нам поможет обычная термоусадка. Берем термоусадку, одеваем на носик герметика и прогреваем. Это можно делать при помощи фена, зажигалки, в данном случае я это делаю при помощи горелки. После этого выглядит все это вот таким вот образом, и теперь можно работать в труднодоступных местах. Как мы видим, шов в данном случае получается очень тонкий. Для следующей самоделки нам понадобится обрезок фанеры. Я взял 250 на 250 мм, выравниваю линеечку и провожу линию. Сначала с одной стороны, затем с другой. Затем взял транспортир и начертил полуокружность. Можно взять обычную трубу. И затем также отступаю от начала полуокружности приблизительно по полтора сантиметра и черчу две линии. Затем эту часть нужно вырезать лобзиком. После того, как вырезали, этот край нужно хорошо отшлифовать, чтобы не было никаких бугорков, было все ровно. Затем вырезал два вот таких бруска и все это сажаем на клей. После этого, естественно, все сжимаем струбцинками с одной и с другой стороны и отправляем, чтобы эта заготовка высохла. Далее нам понадобится ручной фрезер. У меня он от компании Риоби, мощность 1600 Вт, а глубина фрезерования составляет 55 мм. Фрезер поставляется в пластиковом кейсе. Также в комплекте присутствует параллельный упор. Есть патрубок для пылеудаления. Также в комплекте идет копировальная втулка, циркуль, ключ, инструкция. И также есть в комплекте запасные угольные щетки и 5 фрез. То есть мы можем сразу приступать к работе. Также в комплекте есть три цанги на 6, 8 и 12 мм. Имеется прорезиненные рукоятки, а также встроенный регулятор скорости, который дает возможность изменять настройки режима работы, не останавливая инструмент. А плавный пуск обеспечивает тотальный контроль над инструментом. Более подробные характеристики можно посмотреть по ссылке в описании. Ну а мы продолжаем. Наша заготовка высохла, и теперь давайте я расскажу, для чего она нужна. Иногда нам требуется сделать закругление на нашей заготовке со всех сторон одинаковым радиусом. Вот как раз здесь и пригодится наша приспособа. Но есть небольшой нюанс. Если у нас фреза с верхним подшипником, то тогда шаблон мы помещаем вот таким вот образом. Если у нас фреза с нижним подшипником, как в моем случае, то мы помещаем заготовку вот таким вот образом. Ну и теперь включаю фрезер и фрезерую. То есть сейчас фреза с нижним подшипником идет по нашему шаблону. Ну и вот, что получилось в итоге. Все ровно и гладко. Результатом доволен. Для следующей идеи мне понадобится круглая толстостенная труба. Зажимаю ее в тиски и болгаркой отрезаю отрезок трубы приблизительно 1 см шириной. После этого зажимаю в тисках и нужно просверлить отверстия. Отверстие сразу сверлю на сквозную с двух сторон. И также после этого нужно будет нарезать резьбу. Я нарезаю шестым метчиком и вот, что у меня получилось в итоге. После этого нашу заготовку нужно распилить болгаркой на две части. Делаю вот таким вот образом. Сначала с одной стороны, затем с другой. Теперь остается убрать все заусенца. Ну и в итоге получились вот такие вот металлические гайки-барашки, которыми можно скреплять различные заготовки. Берем болт, две заготовки, обязательно прокладываем шайбочкой и зажимаем наши заготовки гайкой-барашков. Как видим, все работает на ура. Да, некоторые скажут, проще купить. Друзья, но не всегда магазин находится под боком. Да и ехать куда-то из одной гайки даже нет смысла. А сделать такую гайку, сами видели, не составит никакого труда. Ну а теперь давайте поработаем с 50-й полипропиленовой трубой. Мне нужен отрезок длиной 28 сантиметров. Отмеряю и затем обрезаю на ленточной пиле. Можно же, конечно, сделать при помощи УШМ. Затем нужно прочертить две линии. От края отступаю по 4 сантиметра. Сначала провожу одну линию, затем вторую линию. Теперь сверлим отверстие. У меня получилось так, что между линиями расстояние 12 миллиметров. Вот как раз 12-м сверлом и просверлил отверстие. Теперь вырезаю эту часть УШМ и достаю. После этого края заусенца нужно будет все убрать. Теперь сделал такую фальш-стену. Понадобится 50-й зажим для полипропиленовой трубы. И прикручиваем к нашей стене, так называемой. Сначала один крепеж, затем второй. Помещаем нашу полипропиленовую трубу сюда. И закрепляем. Теперь нам понадобятся вот такие мусорные пакеты. Помещаем в нашу трубу. И все. Теперь все пакеты у нас будут на виду. Допустим, у меня в мастерской они вечно теряются. А теперь я помещу это рядом с мусорным ведром. И пакеты всегда будут на виду. А из-за того, что труба разрезана не полностью, пакеты никуда не упадут. А будут всегда на месте. Ну и напоследок поработаем снова с фанерой. Мне нужен обрезок размером 260 мм на 200 мм. Все это дело нарезаю на ленточной пиле. И также мне понадобятся два бруска шириной 30 мм. Для чего сейчас вам покажу. После того, как нарезали эти бруски, их нужно прикрепить к фанере. Крепить можно на скобы, на стейплер, на гвозди. Я буду крепить при помощи саморезов. Крепить буду по три самореза. Но в данном случае, я думаю, даже двух саморезов будет вполне достаточно. Смотрите, здесь есть небольшой нюанс. Один брусок крепим с одной стороны. А другой брусок нужно уже крепить с другой стороны. Как вы видите, по ту сторону подложил брусочек, чтобы легче все это делалось. Ну и все. Наша самоделка готова. Можно ее затестить. Работая с ножовкой, не всегда есть возможность зафиксировать нашу заготовку. И в этом случае нам поможет наша приспособа. Берем и упираем одним упором в нашу столешницу. Вот таким вот образом. Теперь заготовку помещаем на нашу приспособу и зажимаем рукой. И теперь все. Можем спокойно резать при помощи ножовки. Как видим, наша заготовка очень хорошо закреплена. Вот такая вот приспособа. Делает за считанные секунды, но очень сильно выручает. Редактор субтитров А.Семкин